Еда, от которой не помогают лекарства. Несъедобную тушенку, которой кормят украинских бойцов, обнаружили волонтеры. Зубы, кожа, прожилки, все это месиво подают под видом консервов на передовой. Кто травит военных этой псевдоедой, разбиралась Инна Томита. Смотрите, жилки, прожилки, вот, смотрите, прожилки, кусочек маленьких мяса. А вот, а то они расшедриваются. Шкира, смотрите, вообще, сухожилки. На этих кадрах не продуктовые отходы, а солдатская еда, тушенка. Месяц назад военные на некачественные продукты пожаловались волонтерам. Это просто там лейно, там вообще один кусок мяса, а не зрозумело вообще речевина. Даже жир мытает в руках, он ломается вообще на кусочки. Хлопцы говорят, у нас такая изжога, мы вообще не можем это есть. Там смотрят, такие стоят. В 128-й бригаде подтверждают, что такую тушенку им на передовую привезли аккурат под праздник, День Конституции. Но после этой еды не помогают даже таблетки. Вы поймите, мы же там тоже люди. И мы хотим есть тоже. Мы хотим съесть этот кусочек мяса. Вы сами понимаете, у нас там очень мало. Поехать в какой-то подряд, чтобы купить там какие-то кусочки мяса, молока. Мы находим годину там. Есть люди, которые там подвозят нам волонтеров. Ну, это за свои деньги. После жалоб активисты сдали продукты на экспертизу. Но ничего общего между содержимым в банке и составом на этикетке нет и близко. Там действительно есть как по ГОСТу кусочек мяса 30 грамм, может 1, 2 или 3. Но все остальное, такое ощущение, что взяли некачественную говядину, потому что по экспертизе присутствует темно-красный цвет. Это шкура, это щетина, эти вот суды не пучки, непонятно что. И такого добра, по данным волонтеров, на передовую привезли более 7 фур. Это несколько десятков тысяч банок на более чем 2,5 миллиона гривен. Еще более сомнительной, чем сама тушенка, оказалась компания-поставщик. Эта компания, Адама 2000, здесь занимается легализацией мясных вырубов, концертов и разного рода продукции. То есть, по-другому, это весь непотреб, который существует там в регионе. Он легализуется там, цепляется вот эта бирка, запаковывается все в банку и реализуется. Активисты опасаются, что могут пострадать не только военные. Ведь эта компания победила в ряде тендеров на поставки еды не только в армию, но и в школы и ПТУ. Волонтеры просят генпрокуратуру проверить поставщика. Инна Томина, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер.